привет youtube привет подписчикам и зрителям канала техникс ревьюз сегодня я хочу вместе с вами проверить схему электрическую схему лампы из светодиодных и светодиодной ленты значит то что изображено на схеме я нашел в интернете и сегодня купил недостающие элементы для этой схемы для того чтобы это можно было повторить самое первое это собственно светодиодная лента вот так как здесь указано четыре отрезка ленты smd 5050 то есть используются светодиоды 5050 такая лента вот она это светодиодная лента из светодиодов 5050 здесь имеется ввиду 4 отрезка по 3 светодиода поскольку эта лента имеет деление вот можно подключить здесь можно разрезать здесь можно разрезать здесь здесь и здесь то есть здесь даже нарисованы ножнички и показано что в этих местах лента может быть разрезана вот поэтому вот я сегодня и хочу проверить данную схему то есть беру сразу ножницы и режу мне нужно четыре отрезка ленты по 3 светодиода вот я изготавливаю то что написано один отрезок вот второй отрезок третий и четвертый вот четыре отрезка светодиодной ленты подготовили остальное убираю это то что нам сейчас потребуется я включу пока паяльник для того чтобы он греется пока мы будем готовить остальные детали включая паяльник пусть он подогревается кроме того найден механизм вот энергосберегающие лампы без колбы она неизвестно где потеряна найден такой же вот пустышка с цоколем и с выведенными проводами также от вышедшей из строя лампы и куплены те детали которые здесь указаны по схеме то есть это вот 470 микрофарад 50 вольт это вот такой вот конденсатор 470 микрофарад 50 вольт так же конденсатор на один микрофарад но здесь 630 вольт указано я не нашел нашел на 400 вот такой конденсатор и вместо диода на диодах один N4007 есть вот такой вот диодный мостик вместо этого мостика из диодов то есть вот все детали которые необходимы для реализации данной схеме ну и кроме того предохранитель предохранитель находятся в этом механизме ну так рекомендуется по схеме то есть сейчас я могу разобрать эту штучку для извлечения предохранителя как она разбирается показана на защелках то есть очень просто разбирать здесь находится электронная схема данного устройства ну и нужно сказать что в данной схеме и предохранителя даже и не видно ну наверно мы не будем из-за этого расстраиваться просто сделаем без предохранителя на ну или в качестве предохранителя можно использовать один волосок на слойного многожильного электрического провода то есть получается что эта схема нам вообще не нужна вот нужны только вот эти детали и будем пробовать собирать эту схему каким образом я думаю прежде всего нужно залудить вот эти кончики ленты сейчас смотрю в каком состоянии у меня паяльник уже уже как-то прогрелся прилипает хотя мне кажется что не очень хорошо наверное Нужно к этому подойти немножко подробно. Нужно просто взять нож и зачистить эти места, которые нужно блюдить. Наверное это будет более правильно. И последний кусочек, сейчас я его зачищаю. Работаю ножом Венгер, который у меня находится в проекте по кастомизации или тюнингу. То есть он уже собран, но еще не изготовлены накладки. Это тоже будет показано. Хотя первые серии, в которых идет разборка и сборка, уже представлены на моем канале. Можно смотреть. А когда будут изготовлены накладки, так же я это покажу. Получается, что эти детальки пролуженные. вероятно тоже нужно попытаться заудить. Чтобы потом у нас не было вопросов, что что-то к чему-то не паяется. А если оно будет подготовлено, то уже мы будем знать, что вопросов не должно возникать. И все будет бояться. И мостик диодный. Также ножки залуживаю. На мостике хорошо залуживаются ножки. Наверное свежее лужение. Что еще нужно заметить? Нужно заметить, что на мостике есть обозначение, куда подключается переменный ток, плюс и минус. На полярном конденсаторе также обозначен минус, короткая ножка и плюс, длинная ножка. Соответственно по схеме устанавливается вот плюс, вот минус. А мостик также будет устанавливаться. Сюда будет подключаться переменка. Это минус, а это плюс будет выходить. Таким вот образом будет расположен мостик. Ну и теперь можно в общем-то начинать сборку. Естественно сборка будет таким навесным монтажом, поэтому я сейчас вот так вот отгибаю ноги. И первое, что мы должны подключить, конденсатор 1 микрофарада 630 вольт, мы должны подключить к мостику. При этом минус мостика вниз, а плюс мостика вверх. Вот здесь мы должны спаять конденсатор с диодным мостиком. Все, вот эта часть схемы запаяна. Теперь мы должны между этой ногой и этой ногой впаять конденсатор полярный. Вот этот конденсатор. Минус должен появиться к этой ноге, а плюс к этой. Сейчас я как-то так сделаю, чтобы это было немножко удобнее. И вторую ногу. Это у нас уже будет плюсовая сторона. Паяем с плюсом конденсатора. То есть этот конденсатор, мостик и этот конденсатор уже собраны. Теперь нужно собрать последовательно вот эти четыре отрезка светодиодной ленты. После чего припаять их сюда в схему. И можно будет пробовать запитывать данную схему. Сейчас я отрежу небольших кусочков провода. И этими кусочками провода буду спаивать. Поскольку последовательно спаивается, значит, плюс, который вот здесь обозначен. Я должен припаять к минусу следующего сегмента. То есть это вот здесь. Вот мы имеем первую спайку. Дальше опять берем кусочек провода. Я зачищаю сразу один конец. Снимаю изоляцию. Много стоит и лудить тоже. Отрезаю кусочек. Зачищаю. Под пластиковую изоляцию еще шелковый. Поэтому процесс зачистки немножко усложняется. Подпаиваюсь к плюсу. И к минусу следующего сегмента. И считаю, что это у нас тоже собрано. Остается последний сегмент. Зачищаю провод. Лужу. Лужу. Отрезаю. Опять зачищаю. Снимаю шелковую нитку. И тоже лужу. Стараюсь все делать быстро, чтобы не отнимать ваше время. И плюс поярю на минус. Соответственно вот сюда. Вот. Теперь беру еще провалочку, которую зачищаю. и на вторую провалочку, которая уже зачищена. и подключаюсь к схеме. То есть получается, что вот у меня сегменты расположены здесь. Здесь у меня минус. То есть вот на этой ноге у меня минус. На минус ставлю белый провод для себя. просто, чтобы можно было различать. на минус. И поярю сатку. Соответственно, на куда? Так. Минус. Я должен подключать, естественно, к минусу. Вот. А это у меня будет плюс. И плюс, естественно, будем подключать. к плюсу. Вот это у нас плюс. И подключаем его к плюсу. К плюсу. Вот теперь схема собрана. И осталось, что осталось подключить 220. 220. 220 мы должны подключать отсюда, вот от конденсатора. И от свободной ноги нашего мостика. Для этого берем вот этот проводочек. И паяем. И паяем. Плюс. А, тут просто нету. То есть паяем. паяем. Один. И так, наверное, нужно паять. Наверное, нужно паять вот так. Паяем. все то есть как бы получается что все у нас спаяну осталось только подключить убираем все лишнее и теперь я выключаю паяль и включаю подготовленную штучку в которую закручиваю наши проводки очень аккуратно потому что сейчас на вот этих проводах будет 220 вольт поэтому работать очень внимательно и аккуратно вот я подключился сейчас проверю напряжение напряжение явно присутствует и теперь будем пробовать включаться и все заработало показываю как я включаюсь поскольку здесь 220 вольт а предохранителя у меня нет то я подключаю один провод напрямую вот сюда а второй провод подключаю одной ниточкой таким образом проверяю схему как видим схема работоспособная теперь у меня есть желание собрать вторую схему то есть добавить сюда еще светодиодов и возможно даже не столько а три ветви светодиодов и потом уже сделать лампу сейчас я отключу 220 вольт 220 вольт по избежание проблем выкручиваю этот патрончик убираю переноску а надо сказать что светодиоды еще светятся вот то есть вероятно от конденсатора они получают достаточное количество для остаточного свечения и потом я планирую сделать следующее я планирую собрать лампу на этом цоколе использовать вот такую фольгу из банки жестяной напитка она будет выполнять роль и корпуса для светодиодов поскольку светодиоды расположены на двустороннем скотче то есть вот здесь скотч и они могут быть приклеены соответственно алюминий будет отводить тепло то есть улучшится тепловой баланс светодиодов и из этой жести можно собрать любую конструкцию которую то есть это все разрежется уменьшится соответственно по необходимости закрепиться на этом цоколе и получится какого-то размера еще я не знаю лампа здесь приклеится термоклеем то есть все будет сделано как нужно теперь я на сегодня заканчиваю выключаюсь почему? потому что мне необходимо сейчас будет подготовить еще 2 вот таких вот ветви по 4 отрезка мне нужно будет доделать схему то есть добавить в схему еще 2 вот таких вот конденсатора поскольку на каждую ветвь используется вот здесь была одна ветвь светодиода которую мы сейчас зажигали используется 1 конденсатор на 2 ветви светодиодов используется 2 конденсатора а поскольку я хочу использовать 3 ветви то я купил 3 конденсатора И вот у меня еще есть светодиоды, которые я могу использовать для того, чтобы собрать лампу на три ветви, то есть по четыре отрезка каждая ветвь. Такая лампа получится эквивалентна порядка, ну ее потребление должно быть порядка девяти ватт, а мощность порядка семидесяти ватт лампы накаливания. Это то, что я планирую сделать и то, что планирую вам показать. Сегодня схема опробована, схема рабочая, детали все имеются, то есть сейчас необходимо провести работу по тому, чтобы вот эти все детали схему расположить внутри вот этого цоколя, то есть в этом корпусе все должно находиться. А потом уже сверху будут располагаться корпус со светодиодами. Это корпус, как я сказал, алюминиевый теплоотвод. Ну вот на сегодня все. Главное мы убедились, что схема работает. На этом все. Пока-пока. Подписывайтесь на мой канал и вы всегда будете в курсе моих новых экспериментов, моих новых обзоров, моих новых уроков и мастер-классов. Я всегда с удовольствием делюсь тем, что я умею, что я знаю и то, что я изучаю, тут же показываю и вы тоже вместе со мной можете это все наблюдать, изучать и повторять. На этом все. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok